В России по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA 2013 года. В соревнованиях принимают участие команды Воронежская область, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия Алания. Кабардино-Балкарская республика, Ростовская область, Карачаево-Черкесская республика, Чеченская республика, Старопольский край. Срок предоставляется почетному президенту Международной Федерации Ермакову Сергею Борисовичу. Я не посещаю уже последние годы чемпионата России, потому что много другой работы. Но этот чемпионат у нас особенный. Всполнилось 10 лет, как была учредена Международная Федерация АФФСИЯ. 10 лет назад 8 стран, собравшись в Кисловодске, приняли решение создать Международную Федерацию. До этого мы работали еще почти 14 лет, но в разных статусах от Городской Федерации до Федерации Юго-России. Отрабатывали этот вид спорта, отрабатывали систему судейства, ну и все вот это, что вы видите сейчас. За это время много чего произошло, много было у нас проблем и достижений, и конфликтов, и радостных моментов. И за все это время через Федерацию, через вот эти соревнования, через наши клубы прошло очень много людей, очень много молодежи, очень много тренеров. И вот сегодня 10 лет официальной Федерации Международной, я бы хотел вспомнить добрым словом тех, кто стоял у самого основания Федерации. Кто с самого начала первыми приняли участие в наших мероприятиях, кто поверили в нас, когда мы еще были совсем слабые и малоизвестные, и кто до сих пор сохранил с нами отношения. Скажу вам, что Федерация сегодня, это уже не российского уровня организация, она широко известна в мире. Сегодня у нас уже есть опыт проведения чемпионатов мира за рубежом, за дальним рубежом. Сегодня у нас есть уже партнеры другие международные организации, такие, например, как Будакай. И сегодня мы уже планируем четвертый чемпионат мира, далеко-далеко за пределами СНГ. Поэтому то, что вы сейчас делаете, тот труд, который заложит вашу возможность выступать здесь, потом ехать в Словакию на чемпионат Европы, а потом ехать еще дальше на чемпионат мира, все это произошло благодаря труду, терпению, таланту людей, которые пришли первыми к нам, которые продолжали с нами работать, которые сегодня с нами. Поэтому разрешите сейчас, на случай этого юбилея 10-летнего, сказать спасибо этим людям. По случаю 10-летия Международной Федерации полноконтактного рукопашного боя, юбилейным подарком за большой вклад в развитие АФФСФ ММА награждается Грицаев Михаил Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юбилейным подарком за большой вклад в развитие АФФСФ награждается Конуков Заул Мугадович Юбилейным подарком за большой вклад в развитие АФФСФ награждается Магдиев Эльдар Тахманович Приказ Международной Федерации в соответствии с Усталом Международной Федерации и десятилетиями образования АФФСФ за большой вклад в развитие полноконтактного рукопашного боя приказываю создать клуб с особым статусом «Звезда-город Владикатас» с правом прямого участия в российских соревнованиях назначить руководителем клуба Джабева Руслана Васильевича Юбилейная медалью за активное участие в работе АФФСФ ММА награждается Астриев Бардан Борисович Его нету, мы ему обязательно передадим Юбилейной медалью за активное участие в работе АФФСФ ММА награждается Джабиев Руслан Васильевич Юбилейной медалью за активное участие в работе Международной Федерации Юбилейной медалью за активное участие в работе АФФСФ ММА награждается Кучкаров Рустам Арибжанович Юбилейной медалью за активное участие в работе АФФСФФ Юбилейной медалью за активное участие в работе АФФСФФФ ММА награждается Кудухов Марик Алексеевич Юбилейной медалью за активное участие в работе АФФСФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ Юбилейная медаль награждается Канунников Олег Александрович Юбилейная медаль награждается Базинян Грачья Юбилейная медаль награждается Михайлов Никита Юбилейная медаль награждается Магомедов Абдула Амарович Также юбилейными медалями награждается Билый Константин Владимирович Это человек, который представлял нас на канале Боец, если помните Теперь будет представлять на канале Россия 2 Давыча Станислав Александрович Это наш старейший судья Сейчас служит вами Летом вернется на свое место Александр Ваграм Балабекович Это Абхазия Одна из первых команд, Которая участвовала в наших соревнованиях Почетной плакеткой за помощь в организации Чемпионата и первенства России По полноконтактному рукопашному бою ФСФММА 2013 года Награждается Веретин Александр Владимирович Этот список, этот приказ не закрыт Мы ждем от региональных представителей писем В наш адрес Они об этом знают давно, но почему-то не все отреагировали Со списками людей, которых мы еще должны поощрить По случаю десятилетия федерации Поэтому, вернувшись домой Вы напомните, что мы ждем этой сведения И дальше мы будем вас плачивать Представляем судейскую коллегию соревнований Главный судья Судья международной категории Марик Кутухов Заместитель главного судья Судья республиканской категории Рабадан Рабаданов Главный секретарь Судья первой категории Ольга Иванкина Рефери Судья республиканской категории Максим Донченко Рефери Судья первой категории Марат Мальсаков Также в юбилейном приказе Международной федерации Было объявлено Снять взыскание с Муталимова Гусина Выговор объявленный по результатам Чемпионата России 2012 года Участники Равняйсь Смирна Чемпионат и первенство России По полноконтактному Рукопашному бою ФСФ ММА 2013 года Объявляется открытым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров A.Егорова Редактор субтитров Н.А.Os press Пробалжай Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok